Никто из людей не хочет стареть. Все хотят сохранить молодость как можно дольше. Вы должны знать, что один из первых признаков старения это углубление складок вокруг полости рта. И носогубные складки первыми реагируют на возрастные изменения в организме. В этом видео наш доктор расскажет вам о том, как минимизировать риск возникновения углубления носогубных складок за счет правильного формирования и перестройки прикуса. И обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы узнать, как сохранить молодость на долгие годы. Откуда берутся носогубные складки? Я вас удивлю, все дело в прикусе. Когда вы приходите к косметологу или к пластическому хирургу, первое, что вас спросят эти доктора, что с вашим прикусом. Потому что прикус зубы является основой, поддержкой для мягких тканей зуба. И носогубные складки являются результатом гравитации. К сожалению, с возрастом тургор кожи снижается, и все лицо потихонечку сползает вниз. И образуются эти складки. Вы можете бесконечное количество раз делать носогубные складки филлерами, ботоксом, всевозможными ухищрениями. Я, кстати, ничего против не имею. У тебя кожа провисла. Так хорошо? Но нужно понимать, что если у вас правильный прикус, правильная основа для мягких тканей, то вашему косметологу будет совершенно точно работать легче, и он скажет вам спасибо. Еще носогубные складки – это всегда про нижнюю треть лица. Обратите внимание, нижняя треть лица является основой нижней высоты лица. Что из этого происходит? Если у нас снижена эта высота, если у нас стертые зубы, если они отсутствуют, не дай бог, в боковом отделе, то возникают старческие заломы, птичье лицо так называемое, когда нижняя треть лица становится чуть меньше, и, соответственно, все эти гравитационные складки становятся еще больше видны. Для того, чтобы убрать носогубные складки, филлеров в таком случае недостаточно. Очень важно восстановить правильный физиологический прикус, поднять высоту зубов, ту, которая была изначально заложена вашей природой, и только после этого работать с косметологами. Носогубные складки бывают, к сожалению, асимметричны. Это связано с тем, что у пациента может отсутствовать, например, один из жевательных зубов, шестерка или семерка, и тогда привычно и удобно жевать пациенту становится на другой стороне. Из-за этого возникает асимметрия мышечная, тонусная, потому что мышцы с другой стороны прикладывают больше усилий для того, чтобы переживать эту пищу, и, соответственно, заломы на лице тоже становятся асимметричны. Для того, чтобы этого избежать, как ни банально, нужно восстановить прикус, нужно сделать его физиологичным, восстановить анатомию зубов природную, которая была заложена, та высота, те бугры, которые заложила нам с вами природа, и после этого заниматься у косметолога. Можно аппаратной косметологией, можно филлерами. Это уже как вам скажет ваш доктор. Ну, я вот дома посмотрела ролик и хочу понять, правильный у меня прикус или нет. Ну, чисто теоретически вы можете определить на глазок, правильный у вас прикус или неправильный. Если он глубокий, если верхние зубы перекрывают полностью нижние зубы при сомкнутом зубном ряду, то да, это глубокий прикус, и вы будете склонны к носогубным складкам. Также, если у вас нижняя челюсть, зубки очень глубоко находятся в полости рта, и верхние зубки больше перекрывают, да, вот эта щель между ними есть. Если показывать вот на этом припорчике, вот эти зубы более глубоко расположены, чем верхние. Это тоже прикус, при котором тургор кожи быстрее будет терять свой внешний вид, и, соответственно, будут выявляться заломы и складки. Когда нижняя челюсть выстоит вперед, вот у таких типов лица меньше выражены складки, но здесь страдает уже эстетика лица, и очень многие женщины жалуются на такой вид прикуса. А мужчины выглядят очень брутально, кстати. А правильный это когда? Что на сути? Правильный прикус, он индивидуален. В каждом конкретном случае есть физиологический прикус, да, потому что под конкретно вашу симметрию лица, конкретно под ваше строение черепа, мы, врачи, выбираем, скажем так, оптимальный прикус. Да, есть, конечно же, каноны какие-то правильные. Это определенный наклон верхних зубов. Это обязательно в боковом виде, да, мы смотрим, чтобы верхние зубки с нижними в определенном контексте смыкались. Но я бы не давала эти критерии, потому что люди любят говорить, что вот это правильно, все остальное это неправильно. Нет, доктор поможет определить, что конкретно для вас является физиологичным прикусом. Записывайтесь к нам на консультацию, мы поможем вам определить вид вашего прикуса, поможем определить, какой прикус для вашего конкретного случая является физиологичным и функциональным, и поможем сохранить молодость и эстетику вашего лица и вашей улыбки на долгие годы. Если вы уже обращаете внимание на свои носогубные складки в зеркало, ставьте лайк этому видео. Ортодонтии, брекеты или элайнеры – это универсальный инструмент, сейчас очень модный и современный, для того, чтобы нормализовать прикус, для того, чтобы восстановить функцию и эстетику, в том числе улыбки и помочь вам гармонизировать ваше лицо. Зубы и прикус являются физиологической основой для мягких тканей вашего, нашего, моего лица. И, соответственно, нет прикуса, нет хорошего овала лица, нет хорошей улыбки и нет гармоничному лицу. Что я имею в виду? Когда прикус неправильный, когда есть стираемость зубов, что мы с вами делаем? Наши зубы, они от природы с бугорками. Когда эти бугорки стираются вследствие неправильного прикуса, что происходит? Наши мышцы прикладывают колоссальное количество усилий для того, чтобы перемолоть пищу, которая попадает к нам в полость рта. И если хорошо, правильно сформированная анатомия зуба пережевывает пищу за определенное количество времени, например, возьмем условно за минуту, то стертый зуб без бугров будет пережевывать эту пищу 5 минут за счет мышц, которые будут больше работать, чем надо в норме, и перетирать эту пищу. Что возникает? Эффект, как в тренажерном зале. Вы перекачиваете свои жевательные мышцы, лицо становится более объемным, более тяжелым. Возможно, мужчинам это может нравиться. Но, как правило, девушки хотят иметь более гармоничное контур лица и лицо. И когда мышцы или лайнеры начинают свою работу по гармонизации работы зубочелюстной системы, когда мы восстанавливаем ваши зубки посредством специальных накладок, а мы именно восстанавливаем анатомию природную зуба, которая была когда-то, что происходит? Происходит перестроение работы мышечной системы лица. И, соответственно, мышцы начинают работать правильно, гармонично, они не перекачаны. Тот потенциал, который изложила в них природа, они начинают работать именно в этом потенциале. И, соответственно, лицо становится более мягким, гармоничным и красивым. И, соответственно, по результату ортодонтического лечения наши пациенты становятся обладателем не только эстетической улыбки, красивой, но и функциональной. Это очень важно, потому что мы правильным прикусом создаем не только основу и каркас под лицо, под мягкие ткани, и дальше можно лепить скульптором все что угодно, с косметологом, пластическим хирургом, но и работу височно-нижнечелюстного сустава. Это тоже суперважно, потому что, когда снижается прикус, когда стертые боковые вот эти бугры, боковые зубы, то сустав тоже находится в компрессии. И это, знаете, такое старушечье лицо, когда оно, ну, маленькое, узкое, вот эта вот часть становится ниже, чем заложено было изначально. И все признаки старения кожи у вас будут видны больше, нежели у вас был бы правильный физиологический прикус.